Добрый день, на связи с ИТОН-ТВ Андрей Лавин, руководитель пресс-центра штаба армии Юго-Востока, который сегодня находится где-то в городе Стаханове. Точнее, где-то мы, разумеется, не можем сказать, да, собственно, и не хотим. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Андрей, ну вы, пожалуй, та самая первая рука, от которой можно точнее все узнать. Что сейчас происходит на вашем фронте? И вообще, вот ситуация военная, да, как разделяются фронты, как разделяются штабы, что-то, ну то, что можно сказать, что как бы не повлияет на безопасность и не выдаст некую, как бы, военную тайну. Я понял, я понял. Из того, что ситуация изменяется каждый час, примерно даже два часа, поэтому что-то определенно сказать, где проходит та или иная линия обороны, совершенно невозможно. Проблемы как у нашей стороны, так и у ихней стороны. То есть проблемы такие системные есть. Но, скажем, если у нас есть идея в душе, в сердце, в голове, за которую мы боремся, и, скажем так, взяли оружие в руки, то есть это праведная идея. Но, извините меня, когда утюжат города, то есть бомбят, утюжат это по-нашему, бомбят города, тяжелая артиллерия, установками смерч, град, то есть их просто сносят. Сегодня ночью по городу Лисичанску был нанесен авиаудар и применены фосфорные бомбы. На данный момент сейчас в Лисичанске наши люди, то есть они держат оборону, но они окружены. Надеюсь, что в ближайшем будущем эта ситуация должна измениться. По той простой причине, по кардинальной, что они не смогут провести войсковую операцию против города Лисичанск. Потому что, ну, это, чтобы понимали, там, особенно жители Европы, там, вы вещаете на Израиль. Это такая высота своеобразная. Вот она полностью проходит и защищает город Северодонецк. То есть, естественным рубежом, то есть границей между нашими двумя городами является река Северодонецк. Вот если город Лисичанск не возьмут, то как такового города Северодонецка не станет. Его сотрудница земли. Это даже не Карачун, Славянский. Это намного-намного последствия будут хуже. Во-вторых, они нанесли авиаудар по нефтеперерабатывающему заводу. Пожар там был локализован, то есть потушен, но затем это они сделали еще раз ночью. Опять ночной авиаудар. Обычно они удары своей артиллерии, авиаудары наносят, как и фашистские нацисты в 4 часа утра. Это у них любимое время. То есть это постоянно в 4 часа утра начинается. Сейчас же, даже они уже не в 4 часа, планомерно уже 2 дня уничтожают, истирая с лица земли, город Лисичанск. Там сейчас уже без преувеличения гуманитарная катастрофа. То есть людей нет на улицах, город стирается с лица земли. А есть какие-то цифры пострадавших, погибших, раненых? К сожалению, смотрите, Александр, какая ситуация. Я еще раз повторюсь, наши люди там находятся в окружении. Та видеосъемка, те видеоматериалы, которые есть, они пока что не могут просто-напросто. Нет элементарных средств телекоммуникации, все нарушены. Поэтому передать информацию не предоставляется возможным. Как только, так и сразу вы ее получите. Сразу же я вам... Пожалуйста, Андрей. Вы говорите, что украинская армия бомбит сейчас фосфорными бомбами. Но ведь, насколько мне известно, международными конвенциями фосфорные бомбы запрещены. Вы не пытались сообщить об этом международным организациям? Александр, да, мы это все сообщаем и через масс-медиа, во-первых. То есть пока возможности со вчерашнего дня у нас, скажем так, есть некоторые проблемы. Вот даже как вот в начале интернетом. Сейчас это наглаживается и да, я собираюсь, мы собираемся пресс-отделом выходить на международные организации. То есть мы пишем обращение к европейскому сообществу, к ООН, к Владимиру Владимировичу Путину, к Российской Государственной Думе. Думаю, также напишем и обращение к Нессету Израиля, то есть просто чтобы все мировое сообщество задумалось. Потому что, ну, вы можете представить, просто это уже не геноцид, это за гранью геноцида, то, что творят они сейчас здесь. И это никаким образом не объясняется. То есть в украинских средствах массовой пропаганды идет просто истерия. Там совершенно люди на той стороне, они не понимают, даже неадекватно воспринимают. То есть они говорят на нашем языке, на том же, на котором мы говорим. Можно сказать, ихние предки с нашими предками вместе рубили голову этому нацизму, этой гидре фашистской. А сейчас они находятся по ту сторону, и они этого просто не понимают. И когда они уже сюда приходят, то есть эти малолетские юнцы, они уже здесь начинают это осознавать и понимать. Когда они пропадают без вести, из-за них даже никто не платит, даже никаких возмещений нет. Вы можете нам сказать, какие города сейчас находятся в руках ополченцев? Значит, смотрите, это города Стаханово, но все, что южнее Стаханово. Краснодом, Свердловск, в Луганске там тоже идут в самом городе бои. В общем, тоже такая ситуация, примерно как и в Лисичанске. Но тоже там информацию получить не предоставляется возможным. В Луганске уже практически, наверное, более трех дней уже нет ни связи, ни света, ни электричества. Там ситуация очень сложная. Поэтому что-то сказать там тоже определенное. То те крохи, которые мне удается получать от пресс-центра Болотова, буквально вчера мы вечером общались. То есть центр Болотова это центральный штаб, да? Ну, да, да. Это как бы, не как бы, а есть центральный штаб, да. То есть Луганской Народной Республики, пресс-центр. Владимир Иногородский, руководитель этого пресс-центра. Ну вот, с ним мы вчера общались. В общем, ситуация сложная на самом деле. И говорить о том, что уже началась гуманитарная катастрофа, идет полный рост. То есть те люди, которые успели выехать за пределы наших стран. То есть потому что, скажем так, мы уже доказали ценой своей крови, ценой своих лишений. То, что мы действительно являемся государственными субъектами. То есть именно в борьбе это доказывается. А уже крови пролито немало, потому что, я же говорю, число жертв просто невозможно установить. Украинская армия наступает. Украинская армия давит вас по всем фронтам. Значит ли это, что территория, контролируемая вами, сокращается? Значит ли это, что шансы и, главное, надежды ваши на победу, ну, не на победу глобальную над Украиной, да, но на победу вашего дела, правого, да, как вы считаете? Значит ли это, что эти шансы сокращаются? Шансы есть, даже если их нет. Так сказал Лотари Хагель, выиграл чемпионат Европы со сборной Греции в 2004 году. Вот если сравнивать, да, так, а на самом деле, тут даже не стоит и речь вести о шансах. Я вам скажу больше, мы победим. И то, что там сейчас показывают эти кадры, там, из нашего родного Северодонецка, то, что они там якобы встречают, это кучка, как бы это так сказать, свиномых, вот этих так называемых освободителей с батальона Чернигов. Это ни о чем не говорит. 30 человек – это не 100-тысячный город. Начнем с этого. И, скажем так, не оружие побеждает, а побеждает слово. Сила мысли и сила идеи. Идея сильнее оружия. В вашем скайповском адресе написано следующее. Город Северодонецк, запятая, Россия. Что вы имели в виду? Потому что мы принадлежим к цивилизации русского мира. И мы за это бьемся. То есть, ваша конечная цель – войти в состав России? Наша конечная цель – построить общество, за которое мы боремся, на равноправие. То есть, в перспективе, в перспективе, я считаю, то есть, это границы, которые, они постоянно видоизменяются и изменяются. Но вы прекрасно, наверное, даже в этой области, может быть, даже лучше меня информированы. Ну, достаточно прочитать теорию того же Гумилева. Вот там об этом ясно и точно написано. Вот сейчас у нас происходит этот процесс. То есть, вот это наше пассионарное движение, оно вначале было неосознанным, так скажем. Это был просто взрыв изнутри просто уже за последние вот эти, не 23, а 25 лет, я даже считаю. Потому что он чуть-чуть раньше начался этот процесс, и он достиг апогея. А сейчас, вы знаете, это уже в какую-то оболочку и формы начинает складываться. И поэтому появляются силы, появляются идеи, то есть, именно построение общества на справедливых и народных началах. Ну, так я спонтанно вам говорю, потому что немножко сейчас, знаете, эмоции тоже превалируют. Чтобы это так сразу, да. Но это прежде всего уход от того, что представляет собой вот эти государства с надиудейской верхушкой. То есть, вот этот вот капитал, мир капитала, который убивает духовный мир человека. И вот сейчас у нас именно, скорее всего, идет борьба вот на таком вот уровне сейчас. Именно с этим. И мы сейчас вот на острее копья этого находимся. Именно на борьбе цивилизаций. Поэтому здесь, ну, просто, вы правильно подметили, у меня там Россия, в скайпе. Потому что причислять себе к Украине, ну, или то, что она собой представляет, это просто, извините, но растоптать память своих предков. Понятно. Скажите, Андрей, ну, насколько возможно, откровенно. Я понимаю, что вы все-таки определенным образом должностное лицо. И не можете все говорить, все, что думаете. Но, в принципе, в вашей армии, в ваших кругах нет ли определенного разочарования поведением России и Владимира Владимировича Путина? Нет такого ощущения, что вас как бы кинули, ну, слили, что ли, говоря, на жаргоне? Нет, ну, конечно, присутствует, так, чтобы сказать, чтобы этого не было. Но смотрите, как присутствует. То есть мы уже перешли ту стадию, когда вот постоянно там кого-то чего-то ждали. Вот сегодня мне тоже говорят, то есть напиши обращение к Путину. Я говорю, я не буду писать обращение к Путину там с мольбой или с протянутой рукой. Достаточно сходить и посмотреть на ВДНХ, скульптура от этих 15 республик, только одна статуя стоит с протянутой рукой. Вы понимаете, что это. Поэтому надо сейчас уже начинать самим добиваться. Именно самим ставить цели и добиваться. То есть только, и как сказал тот же Владимир Владимирович, то есть мы поможем только тому, кто встал, восстал и идет. А то есть так, чтобы пришла Россия и сделала за нас то, что мы должны сделать тут на собственной территории. Ну, что-то извините. И те люди, которые именно понимают, что это так, я считаю, они очень неправы. И надо понимать, что Владимир Владимирович фигура такого плана, что и калибра. Но просто-напросто надо понимать, что идет геополитическая серьезная борьба. Сейчас в этот момент она намного серьезнее, чем это было даже во времена Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Вот это и есть уже, на мой взгляд, такое Погвей Третьей мировой войны, то, что у нас сейчас идет на данный момент. И мы ее участники. И как бы было бы приятнее и будет приятнее, если мы сами сможем достичь того, какие цели мы поставили. Потому что потом, скажем так, как сейчас многие в России говорят, мы сами в Новороссию войдем. Вот. И было бы неплохо, чтобы Россия к нам присоединилась. Понятно. Как бы вы оценили военную мощь двух противостоящих сторон? Украинской армии и там, которой помогает Нашгвардия и ваших войск. Как бы вы оценили это соотношение? Значит, смотрите, да. То есть у них нет воинов. У них нет воинов, а те, которые приходят, они, попадая сюда, понимают, что, понимаете, нету идей. Они понимают, что они супостаты. Это чувствуется. Все-таки родовая память. Многие моменты, ну, это я имею в виду те русскоязычные ребята, которые с Днепропетровской, там, с Персонской, ну, с таких областей. Которые потенциально могут стать нашими согражданами в перспективе. А, скажем, по тем, которые приходят в западных областей, ну, там, по-моему, с ними все ясно. Они только пригодны для того, чтобы вести ночные карательные экспедиции. Потому что, когда их в начале боевых действий ставили в активные действия боевые, то их просто-напросто уничтожали. И соотношение было примерно 1-10 и 1-15. Славянск это показал. Да и у нас бой на рубежном был всем известный, когда они назвали это «Черным днем» украинской армии. То есть, более того, они расстреливают же своих ребят, которые с регулярной армией, которые отказываются идти против нас. Они их просто берут и расстреливают. И ребята просто этого боятся иногда. Ну, тут свои моменты. То есть, у них тоже дезертирство и превалирующие связанные, есть следственно-причинные связи с этим. К сожалению, надо признать, что Украина на данный момент стала именно самым нацистским, в худшем его понимании государством. Но если у нацизма даже какие-то идеи были, то у этого нет никакой идеи, кроме того, что убиться об России, убиться об русский мир. И самое обидное то, что люди просто-напросто не хотят об этом задумываться и думать, ради чего они идут на эту бойню. Просто задать себе элементарные вопросы. За что вы вообще боролись на своем Майдане, чтобы идти потом умирать на Юго-Востоке? То есть, фактически, это именно так получается. То есть, цели Майдана были, значит, развязать войну внутри государства. Вот именно то, что сейчас в оконцовке и получилось. Голом осадки, как в химии. И Хохол это такая, знаете, упертая нация, что пока уже не разобьет лоб полностью, они уже на очень таком пути к этому. То есть, уже осталось совсем чуть-чуть. Они не остановятся. Что касается, сейчас я добавлю, Александр, по поводу вашего вопроса более конкретно. У них очень серьезное, конечно, преимущество в огневой, то есть, в технической мощи. У нас этого нет. А у нас мы это компенсируем своим морально-патриотическим духом. И за счет этого они еще ничего практически, то что, ну там, грубо говоря, да, там территориально, может, они владеют территорией, но они понимают, что они находятся на захвате. То есть, они оккупанты. И как они, они уже себя, то есть, в историю, они уже заработали, они не заработали славы, не завоевали славы. Они как раз себя полностью оклеймили позором на все будущие поколения. И вот, когда это осознание начнет к ним приходить, вот тогда, я думаю, уже все кардинально начнет меняться. Вы понимаете, в какую сторону. Андрей, я предполагаю, что мой следующий вопрос вам не понравится, но я обязан его задать. Пошли слухи, что один из руководителей вашего движения, стрелков, он скрылся с места событий, его давно не могут найти. Это правда или это просто сплетня, распускаемая врагами? Я думаю, что это, скорее всего, что сплетня, очередной информационный фейк. Но просто, ну, надо логически мыслить. А вообще, вот эти вот фейки, вы знаете, я на них не обращаю внимания. То есть, они от меня отскакивают. Просто, ну, надо какую-то логику иметь. То есть, даже человек, знающий таблицу умножения, может просто сопоставить то, что сделал человек, с фактическим, то есть, так просто. Нет. Это, конечно, фейк, то есть, скорее всего, что готовится какая-то тайм-каверга очень серьезная. Понятно. Как вы думаете, в какие сроки, есть ли у вас какие-то предположения, когда может завершиться этот конфликт? Ну, чем завершиться, я понимаю вашу точку зрения. Вы, как бы, убеждены, что вы отстоите свою территорию и сделаете то, что хотели. Да, некое свое... Ну, если не национальное территориальное, то политически территориальное образование. Ну, а какие-то сроки вы можете предположить, как, когда кончится эта жуткая, как бы, история? Ну, смотрите, скорее всего, ну, как мне кажется, ну, то есть, я свою точку зрения там изложу. Ну, скорее всего, чем быстрее калопс наступит в самой Украине экономически, а дело идет к зиме. Вот. И, скорее всего, где-то в районе декабря нового года следует ждать завершения этой всей кампании. Может, даже раньше. Потому что будут очень большие проблемы экономические Украины, то есть, и вот этот социальный взрыв, который в скорости должен возникнуть в Украине, то, скорее всего, после него это все должно прекратиться. Почему сейчас этот мудак Вальцман не вводит военного положения? А просто по тем трём причинам, что таким образом, если он ведет военное положение, ему никто не имеет права делать поставки, оружие. И, кроме того, его будут, ну, то есть, осуждать, то есть, он признает нашу политическую состоятельность. Это самое главное. Поэтому ему вводить военное положение – это смерти подобно. И он пока, так скажем, как обычно, по-хохлядски, между двумя стульями вот так вот пытается пока усидеть. Но уже, так скажем, задница очень сильно проседает. Ещё немножко, и она туда провалится. Единственное, обидно, конечно, и не то, что обидно, а он за своей задницей ещё, так скажем, которая недостойна, и мизинца тех людей, которые погибают, невинно. Я ещё раз повторюсь, потому что ведутся, огонь ведётся именно по жилым массивам и мирной инфраструктуре городов, а не по каким нашим объектам, то есть, военным. Понятно. Андрей, огромное вам спасибо за это интервью. Спасибо, что нашли время в этой непростой для вас ситуации. Мы понимаем, что вам было трудно это сделать. Мы пытались выйти с вами на связь два дня, и вот вы нашли за нас несколько минут. Спасибо. Ну, что мне остаётся пожелать? Желать вам военного успеха, как бы, со стороны, это просто, ну, несерьёзно. Но хотелось бы, чтобы вы выполнили свои цели и задачи, раз они кажутся вам правильными и праведными. Наверное, вы считаете, что это так, как должно быть, раз вы готовы проливать за это свою кровь и кровь своих товарищей. Спасибо большое. И вам спасибо за то, что тоже уделили. Спасибо за то, что вы стараетесь прорвать эту информационную блокаду, которая постоянно сейчас отнесет домокловым мечом. Мы стараемся быть объективными. Да, да. И, Александр, хотелось бы обратиться к вам, чтобы, если есть какая-то возможность там связаться, мы бы хотели связаться, выйти на Аль-Джазуру. То есть это, ну, у нас руководство хочет выйти вот именно на телеканал Аль-Джазуру, если есть такая возможность. Я понимаю, что это цинично, да, но вы понимаете, о чём я прекрасно. Но может быть, там, знаете, каким-то образом, потому что мы за каждую возможность цепляемся. Понятно. Ну, я понимаю, вам нужно донести свою позицию до как можно большего количества людей. Я понял вас, Андрей, я посмотрю, обещать ничего не могу, но проверить, как бы, вашу просьбу попытаюсь. Спасибо большое еще раз. И надеюсь, что мы еще будем с вами разговаривать в эфире. Конечно, да, будем общаться, будем дружить домами, как в одном фильме, если мы хорошо известны. Всего доброго. Спасибо вам еще. Удачи, Вене.